Честно говоря, в России жизнь говно. Если я его просто выпиваю по пятницу. Ей очень выгодно, что когда у него муж алкоголик. Вы сейчас бухаете? Игорь, вы сейчас бухаете? Нет. Но раньше бухали. Было дело. Мы никогда не называли это бухать или злоупотреблять. Но это таковым, скорее всего, являлось. Но это стало понятно потом. Как я к этому пришел? Привычка. Сперва это какие-то веселительные мероприятия. Традиции. Бум-бум-бум. Потом это на переговорах, как знак, балкам, приветствия. Потом это как постоянное присутствие. А как еще? Так же. А потом незаметно входит в свою жизнь. Так живешь. Как понять, что я алкоголик? Алкоголик? Если я просто выпиваю по пятнице. С друзьями. Сори, алкоголик или нормальная? Когда он каждый день выпивает. Ну, причем, узаканивает это как норму поведения. Когда человек замечает, что он придумывает поводы выпить. Ну, вот прям придумывает. Есть такая очень интересная шутка. Выпил, покури. Ну, а покурил, надо выпить. То есть, ну, такие триггеры, да. То есть, когда человек идет, встречается с друзьями. Или там генерит поводы, чтобы выпить. Или ходит, например, вот за угол. Вот здесь у нас вот здание сок, да. Все ходят вот курнуть. На самом деле алкоголизм или покурить ничем не отличается. Это такая... Ну, это вот курить, это что? Это же тоже болезнь. Хроническая привычка посылать себе какую-то там... Часть мозга сигнал, удовольствие. Посредством засовывания вонючей палочки, значит, в рот. Ряд людей получают удовольствие от нанесения себе ущерба или вреда. Слушай, алкоголизм, ну, болезнь. Вот такая. Ну, болезнь, и каждый, кто ей болеет, не признает. Это нормально, что не признает. Это никак не понятен. Изнутри человека сложно понять или даже никак не понятно. Более того, большинство окружающих людей, алкоголиков и так далее, например, ну, например, жена. Просто пример вот. Ей очень выгодно, что когда у нее муж-алкоголик. Странно, да? Потому что она всегда хорошая, она всегда вот такая вот, а он плохой. То есть она всегда в позиции с алкоголиком, имеет вторичные выгоды. В результате даже в этой комбинации, смотри, получается, что алкоголик, он вот, продолжает болеть. Жена продолжает, ну, испытывать вот эту выгоду от того, что она вот хорошая, вот все остальные плохие, и ее все жалеют. Общество имеет объект для назначения, кто плохой. Алкоголик, значит, для порицаний. И полный гомеостаз. Устойчивая комбинация. Как из нее выбраться? Не просто. Ну, как бы, не просто, вот, нужны вот, как бы, специально обученные, как я называю, люди, которые не просто приходят и говорят, вот ты алкоголик, а вы вот такие плохие, ведете себя не так, и вообще не работает, его побьют. Его эта жена побьет и забьет даже, и все его выгонят, потому что нельзя так, так не работает. Окей, а вы говорили, что это рабочие способы, для того, чтобы бросить пить или пить, или пить, что это за способ вы можете подвести себя? Есть два способа. Первый и второй очень хороши, но они разные. Итак, первый способ это оказаться перед лицом смерти, в клинической смерти, в котором остатки головы или мозга говорят, эй, мы сейчас точно умрем, и надо что-то делать по-другому. Это первый способ. Второй, это другие люди, другие люди, Бог, высшие силы и так далее, но это признать, что ты бессилен перед этим недугом, и найти других людей, которые тебе помогут. Это, собственно, способ снять с себя, подчеркиваю, ответственность за свое исцеление. Это очень важно. Не ходить, досадовать, самоуничижением заниматься, и давать себя в уничижение для других. Нет. Признать, что ты бессилен, признать, что это, в конце концов, болезнь. И найти людей, которые тебе помогут. А вы каким способом воспользовались, первым или вторым? Ведь вы раньше выпивали, курили, а сейчас нет. Знаешь, у меня были оба. То есть я такой сильный, такой сильный, такой сильный. Знаешь, у меня даже иногда шутили, что почему мы так много бухаем? Да потому, что у нас здоровье стопа, что надо хоть чуть-чуть подрезать, чтобы было, ну, что как у всех. Но я так увлекся подрезанием этим, да, так увлекся, да, что что-то подрезал слишком много, да, и получилось так, что я и кашлял там вот это, ну, от курения. Прям вот кашлял и болел у меня вот здесь вот, да. И алкоголь вот приносил мне какие-то страдания, да, потом вот ходить, извиняться перед семьей. Слушай, я так кашлял, мне так было больно, что я думал, что все, я сейчас умру. Я пришел к доктору, он меня послушал, сказал, ну, еще чуть-чуть и коньки отбросил. Ну, он так сказал мне, черт побери, убедительно это, да, вот в этот момент. Ну, что значит убедительно? У меня уже так болело. Что фактически я пришел к нему за... Ну что, доктор, я умру? Ну, он сказал, да. И я пошел и опять покурил. Это пипец. То есть, понимаешь, человек сам с собой всегда договаривается, причем вот взяв какое-то направление, все, он как трамвай по рельсам херачит. Пока в бетонную стену не впечатывается. И я опять покурил, и мне стало еще больнее. Я приготовился умирать. А, и тут еще я встретил одного из членов моей семьи, который покуривал, и я ему лекцию, значит, прочитал о вреде курения. В конце лекции мне этот мой член семьи сказал, папа, а ты-то сам. Все, короче, обложили. Дети, ты посмотри, а. Ты посмотри, все, короче, все со всех сторон. И здоровье не едет, и врач сказал, и родственники. Ну все, понимаешь, в этой обстановке, ну как бы, это было и психологически, и морально, и физически. Смотри, все. И в этот момент все начало, ну, переключаться. А как вы думаете, почему вообще люди пьют? Каждый человек постоянно страдает. Депрессия людей, каждого человека, в основном наступает от того, что, смотри, общество утверждает, что надо избавиться от страданий, надо радоваться, надо счастья, чтобы было постоянно, да, вот счастья. Но каждый человек знает, что, блин, где же его взять из постоянного страдания. Человеку, ну, реально больно. Психологическая боль, например, да. И ему надо отвлечься от этой психологической боли. Как известно, всем известно, что алкоголь, экстремальные виды спорта, значит, или когда ты чувствуешь, что ты прав, вот ты доминируешь над кем-то, это способы отвлечься от реальных, вот, каких-то проблем. Способ отвлечься от чего-то, чего тебя действительно волнует. Ну и вот начинается. Кто-то начинает закладывать, кто-то начинает подвергать себя неоправданному риску, кто-то начинает заниматься феминизмом и каким-то там, я знаю, другими радикальными способами. Ну, люди отвлекают себя от того, что их действительно волнует, обретают в этом вот своем увлечении привычку. Создатели в России бухают от общего пессимизма или потому, что жизнь говнула. Честно говоря, в России жизнь говну. Это правда. Как, собственно говоря, и в Швейцарии, и в Британии. Я вообще нигде не иду. Жизнь говну. Везде говно, везде страдания, везде много страданий. Везде страданий. Что отличает Россию от большинства стран? Люди слишком часто ставят, привыкли или воспитаны так, ставить приоритет следующее. Пока не увижу, не поверю. В большинстве стран мира, в которых уровень счастья и уровень проживания выше, там следующее. Сперва верю, потом начинаю видеть. Самая главная здесь деталь следующая. Когда ты потребляешь алкоголь, ты вместо того, чтобы использовать свою энергию и пружину, чтобы переключить себя на страдания по тем вопросам, которым тебе будет нравиться страдать, ты всю свою энергию вот эту вот закладываешь на очередное употребление там с друзьями или где-то по поводу и так далее. Ну, обликая это все, вот надо с друзьями чаще встречаться. Помнишь, пиво клинское. Надо чаще встречаться. Вот эту херню. Чаще встречаться, чтобы что? Чтобы бухать? Я тебе как-то говорил, что так отличаются проблемы, по которым страдает один человек и другой. Давай сравни. Один человек. Вот, я вчера бухал с друзьями, там мы напились, стекло разбили, деньги придется платить за компенсацию, там вреда физические. Я тебе сейчас описываю много-много проблем, по которым человек конкретно страдает. И он страдает. И другой человек. Он страдает по тому, как ему найти здоровую пищу, как ему съездить в очередное путешествие, куда съездить, с кем, с какой компанией. Смотри, он тоже страдает. Он реально, он и страдал, он постоянно позвонил, он интернет перевернул, он весь страдает. Вот сравнивать этих двух людей. И тот страдает, и этот страдает. Вот. Какое комплексное страдание ты выберешь? Страдание, кому ты морду набил, кто тебя набил, какая компенсация, кто дурак, кто пидор, кто... Вот. Или страдание, вкусная, здоровая пища, где взять, куда поехать, с кем, как, тоже страдание. Ну, другие страдания. Выбирай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова